Я решила отвезти картину в ВУЗ, чтобы там её закончить, а заодно и показать куратору. Откопала подходящую сумку, замотала холст в газету и поехала в институт. Телефон забыла поставить на зарядку и надеялась, что он доживёт до аудитории, где можно воткнуться в свободную розетку и не переживать, что связь с миром прервётся. Автобус, метро, убаюкивающие шумом поезда. Я проснулась, когда пропустила свою станцию, выскочила из вагона, еле проскочив в закрывающиеся двери, и только на платформе поняла, что забыла холст. Состав махнул мне хвостом и скрылся в тоннеле. Мир сузился до одной точки удаляющихся фар, а потом и вовсе растворился в темноте. В смысле я оставила холст? Я ругнулась так, что дежурящие на станции полицейские посмотрели на меня косо. Первая мысль, которая пришла мне в голову, была страшной. Картину надо рисовать заново. Вторая оказалась более логичной — позвонить в отдел находок метро и спросить про холст. Я надеялась, что пока ищу номер, куда звонить, какая-нибудь добрая душа отнесёт мою картину дежурному по станции, и тот, в свою очередь, передаст её на склад забытых вещей. Я в панике гнала мысль, что картина потеряна безвозвратно. Я же только её нарисовала. Ну как можно было её забыть? Сегодня же последний день сдачи. Если я сегодня не привезу хоть что-то, деканат меня повесит буквально. Смысла ехать в универ не было, поэтому я села в поезд до дома, подключилась к Wi-Fi в вагоне и стала искать контакты отдела находок метро. Позвонить я решила, когда окажусь в тихом месте, где-нибудь на улице, во дворах, а не на шумной станции. Заодно этого времени должно хватить, чтобы моя картинка добралась до склада. В очередном перегоне Wi-Fi отвалился, я включила загруженный в память телефона плейлист и закрыла глаза. К счастью, зарядка пока что позволяла. У студента в метро, как у собаки Павлова, срабатывает рефлекс. Сел, заснул. Я снова вырубилась. Красная лампочка мигала, била прямо в глаз. Гудело электричество. Я хорошо знаю этот звук, когда поезд в тоннеле останавливается, все разговоры прекращаются, и ты просто сидишь и ждёшь, когда мы все поедем дальше. А вокруг гудит, оглушительно громко гудит. Только обычно в этот момент лампочка не мигает, просто горит свет в вагоне, и все терпеливо ждут. А в первом вагоне машинист переговаривается с диспетчером, слушает номера составов и ждёт команды. Я открыла глаза и села. Лампочка висела прямо надо мной, и с тихими щелчками гасла и загоралась вновь. Поезд стоял на станции, открыв все двери, даже со стороны стены. Кроме меня в вагоне больше никого не оказалось. На станции, в принципе, вообще никого не было. Ни дежурных, ни уборщиков, ни патрульных полицейских. Стоял полумрак. Местами мигали те самые раздражающие красные лампочки, и непрестанно гудело электричество. «Сколько же я спала?» Я потерла лицо, встала и вышла из вагона. Меня немного шатало и подташнивало. «Ложись!» Меня оглушил чей-то вопль, а потом грохот. Станция содрогнулась, и я упала на пол. «Уходим!» «Нет, стой!» «Прячься!» Моментально нахлынувшая паника отключила все эмоции. От беспорядочных команд у меня закружилась голова, и я быстро на корточках вернулась в вагон и села между сидениями в самом углу. Мозг лихорадочно пытался вспомнить, планировались ли сегодня какие-нибудь митинги, не предупреждал ли кто в телеграмме об акциях и, в принципе, о каких-либо слухах про внезапное нападение. Память была пуста. Я никогда не сталкивалась с беспорядками, всегда обходила стороной толпы, свято была уверена, что темная часть человеческой жизни меня никогда не коснется, и обычно не касалась. В спальном районе, который я редко покидала, ничего не происходило. К счастью. Я огляделась в поисках того, кто кричал. В воздухе клубилась пыль, а пол был усыпан стеклянной крошкой от выбитых окон. Как оказалось, пряталась здесь не я одна. В паре метров от меня лежал какой-то мужчина и крутил антенну у рации. «Прием, прием! Штаб! Штаб, прием!» «Черт, не ловит!» Мужчина опустил рацию и посмотрел на меня. «Вроде станция не глубоко находится, а все равно не ловит», — с досадой сообщил он мне. «И бутылку забыл. Можно было бы через воду позвать». Я неопределенно кивнула, не зная, что сказать. Обычная, конечная. Пути в одну сторону, пути в другую. Странное место для боевых действий. Как комментировать воду, я вообще не поняла. Полевое облако немного рассеялось. Мужчина аккуратно забрался на сидение и выглянул на платформу. «Пусто! Идем!» Я даже не стала спрашивать, почему мне надо идти с ним. Как минимум, я не понимала, что происходит. Как максимум, он что-то точно понимал. По крайней мере, знал куда больше меня. Паника не отпускала. Билась где-то в районе подбородка тревожным сгустком. Я попробовала выяснить, что я чувствую. Ничего. Просто отупение и ожидание дальнейших событий. Так всегда. В момент, когда хуже уже быть не может, ты просто смиряешься и ждёшь, когда твои догадки либо подтвердят, либо опровергнут. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok